Свой праздник сегодня отмечают представители одной из самых важных профессий. В России 5 октября день учителя. Лучшие педагоги из Самарской области собрались в театре оперы и балета. Преподаватели с солидным стажем и нестандартными подходами. Решением главы региона присвоены звания заслуженных работников образования. Какие задачи сегодня стоят перед учительским сообществом и чему сегодня учат в школе. Репортаж Виталия Портнова. Играю и дети слушают. Почему? Потому что лучше самому играть, чем будет исполнять техника. А живое исполнение оно по-другому настраивает. Это концерт Вивальди Ля Минор очень известный. Вивальди и Бах – любимая классика учителя музыки Самарской 35-й школы. Лев Григорьев знаменитые произведения для своих учеников, начиная с первого класса, исполняет постоянно. На уроках скучно не бывает. Поют и популярные песни, чаще о жизни и любви. Так, если выручусь, вдруг у нас остается, вдруг у нас остается, как всегда. Пути много, дорога одна, музыка – источник вдохновения. Лев Вальдемарович в школе работает, как он говорит, не за зарплату, а по зову сердца. И зовет оно его в музыкальный класс уже 40 лет. О своем выборе ни разу не пожалел. Вместе с детьми он растет и сам. Мне бы хотелось, чтобы мимо наших детей ничего не прошло. И моя задача не чтобы познакомиться со всеми композиторами, чтобы они все это узнали мировую культуру. Всего не узнаешь. Чтобы вот они разными путями пришли к главному, чтобы они состоялись в этой жизни. И чтобы жизнь у них была насыщена. А без культуры, без музыки это невозможно. На линейке школьники поздравляют своих учителей с профессиональным праздником. Теплые слова звучат и со сцены театра оперы балета. Педагогов встречают стоя. Особое внимание ветеранам, которые заложили основы традиций самарского народного образования. Дмитрий Азаров поблагодарил своих наставников. Учителей 132-й школы, который учился и назвал всех их поименно. Руководитель области отметил, педагоги 63-го региона уже традиционно становятся фиталистами всероссийского конкурса «Учитель года». Этот год исключением не стал. В пятерке победителей педагог, кстати, как раз из 132-й школы Владимир Пономаренко. Вам доверяется самое дорогое, что есть в каждой семье ребенок. Вам доверяется будущее нашей страны. И, конечно, президент уделяет такое внимание образованию, которое сегодня есть в нашей стране. Заглядывает будущее за горизонт зачастую. Сделал очень много, чтобы профессия учителя стала вновь уважаемым в обществе. В какой-то момент это уважение в обществе стало теряться. Но мы каждый год, шаг за шагом, настойчиво делаем все для того, чтобы это уважение стало определяющим в нашем обществе. Берегите достоинство. И тогда мы воспитаем с вами детей, настоящее, достойное будущее России. Я испытываю такую колоссальную гордость, бесконечную ответственность принадлежать не просто к сообществу, а к целому миру, имя которому самарский учитель. За многолетний труд и воспитание талантливой молодежи вручили особые награды. Учитель музыки Лев Григорьев получил медаль и звание заслуженного работника образования Самарской области. Мне хотелось бы сказать сегодня самые добрые слова в адрес педагогического сообщества Самарской области, нашему, я думаю, не в Рио, а губернатору. Мы не можем создать таланты, как говорил Генрих Усовичный Гаусс, но мы можем их воспитать, развить и от нас все это зависит. Именно такая задача стоит сегодня перед всем учительским сообществом. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, Новости губернии.